Добрый день, дорогие друзья, вечер и уважаемые коллеги. Меня зовут Алия Зелезитинова. Я специалист по работе с молодежью Тодорского молодежного центра ОХТА. Магистр высшей школы экономики, член Совета по развитию добровольчества при комитете по молодежной политике, активист ресурсного центра НКО и добровольчества штаб-квартира нашего города. Но самое важное, что я люблю детей и люблю танцевать. Ну, сейчас я буду рассказывать о себе, соответственно, о том, какой я добровольец, почему я начала заниматься этой деятельностью. И мое кредит – это спеши творить добро, и оно не раз к тебе еще и вернется. Дальше. И, соответственно, что вообще для меня добро, да? Добро для меня – это искренность, теплота, которую мы приносим людям. Я считаю, что это порыв души. Добро – это то, благодаря чему мы становимся лучше, и мы совершенствуем этот мир. Можно как-то написать? У меня есть компьютер, да? У меня какие-то проблемы у тебя подходят. Ну, ладно, ничего. Спронт. В общем, начну с того, что моя добровольческая деятельность началась еще в школе. В школе, перед тем, как поступать в университет, я начала активно работать в этой области. И уже когда поступил в университет, я вступила в добровольческий клуб своего вуза, и мы сформировали тех ребят, которые поехали в университет в 2013 году в Казань. Вот я оказалась в числе тех волонтеров, которые получилось, в общем, попасть на это мероприятие. Это было самым таким ключевым стартом в волонтерскую деятельность. Для меня это, наверное, одно из вообще ключевых моментов в моей жизни. И, соответственно, вот видите фотографии, я работала СМИ-волонтером на университете в 2019 году. И вот наша дружная команда, это вот на закрытии университет. Ну, дальше можно. Ну, помимо как бы... Дальше, дальше. Помимо того, что мне удалось попасть на университет в 2013 году, я не остановилась, поскольку меня интересовало очень спортивное добровольчество. Вот дальнейший мой путь состоялся в Санкт-Петербурге на Всемирном игре боевых искусств в 2013 году. И я работала со зрителями, со спортсменами. Ну, и, соответственно, поэтому и заключалась моя работа. И, конечно же, привет события не обошло меня стороной. Это Олимпийские игры в 2014 году, параллельские игры. Но я думаю, что это мероприятие, оно больше всего повлияло на мою жизнь, потому что после Параллимпийских игр в Сочи я поняла то, чему бы я хотела посвятить свою жизнь, и то, чем бы я действительно хотела заниматься. И я пришла к выводу, что я должна посвятить свою жизнь о работе с детьми с инвалидностью и тем, кому нужна моя помощь. Но об этом чуть позже расскажу. Дальше. 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 И в 2014-2015 году меня выбрали руководителя добровольческого клуба нашего университета. Ну, мы в основном в 2010-м году. Мы работали со студентами, реализовывали середичные проекты, благотворительные мероприятия, социально-спортивное волонтерство. Ну, я думаю, что каждая организация выполняет этот перечень работ. Ну, в общем, и моя добровольческая деятельность в университете в качестве руководителя закончилась тем, что дальше можно, дальше-дальше не можно. Тем, что я стала призером конкурса в 2015-м году номинации лучшей в организации деятельности волонтерского движения. В общем, да, это такое хорошее, достаточно, окончание моей университетской карьеры добровольцев, так скажу. Дальше. И, ну, это те мероприятия, которые были, в которых я была добровольцем в 2016-2017 году. Это все российский форум добровольцев из Добро в Доме молодежи на Васильевском острове. была награждена грамотой от Организации волонтера Победы, как лучший волонтер, и также помогал в организации городского фестиваля по визажу, фестиваля-конкурса, который также проходит в нашем городе, в частности, в Красноголослейском районе, под названием Мойкорпижа. И мое участие в конкурсах, ну, здесь представлено то, что для меня стало очень ярким за последний год. Это форум смыслей, который организуются нашим городом, это территория смыслов, и фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи, конечно же, тоже самое для меня такое яркое и значительное мероприятие вообще, наверное, в моей жизни, я хочу сказать. Ну, дальше. И вот я как раз возвращаюсь к тому моменту, что после Паралимпийских игр в Сочи я поняла, что должна посвятить свою жизнь детям с инвалидностью и просто даже подросткам, детям, которые нуждаются в моей помощи. И в 2015 году мы сорвнулись с проектом «Танцы для детей с инвалидностью». Я живу этим проектом. Я, в общем, на самом деле, целый год мы реализовали его на базе дома-интерната. После того, как мы поняли, что дом-интерната, в доме-интернате в принципе уже есть и люди, которые работают с этими детьми в области хореографии, мы перешли на Центр социальной реабилитации в 2016 году в октябре. Мы запустились на базе Калининского района, Центр реабилитации, небольшую группу танцевальную. И вот, соответственно, мы пробировали методику танцевальную на базе этого района в течение года. И пришли к тому, что дальше, дальше можно... Да. Ну, это как бы просто реализация проекта. Нет, 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 обратно, таша, обратно, пусть там. Это вот, а в этом я сейчас идет. И за последние два месяца, то есть вот сентябрь, точнее, три сентября, октябрь, ноябрь, мы выросли до пяти центров нашего города. Мы, в общем, нашу команду начала его реализовывать в Калининском, мало того, что как бы в Калининском, в Невском, Центральном, в Красноклодейском и в Приморском районе. В общем, мы начали идти к тому, что нужно масштабироваться. Но как бы помимо детей-инвалидов, я свою основную деятельность добровольческую тоже отдаю подросткам, которые склонны к правонарушению. Я привлекаю их к общественной деятельности. И посредством того, что я просто провожу с ними не только беседы, там, сессии по настольным играм, я их вливаю в здоровую среду. Потому что, если трезво оценивать, мало кто готов работать, действительно готов работать с теми подростками, которые стоят там в учете ОДН, да? Вот. И я их просто, я понимаю, что их нужно вливать в ту социально активную молодежь, где у нас как бы сливки, сливки наши молодежи. Все у нас работают с активными, с очень классными ребятами, которые всегда готовы там взять ответственность. На самом деле подростки, которые склонны нарушения, они тоже готовы взять ответственность на себя. Да, просто в них нужно поверить. И вот я как бы путем того, что вливаю их вот в такую здоровую среду, их как бы социализирую. Да, мы идем дальше. И, соответственно, здесь просто фото нашего проекта. Это беседы в нашем подростково-молодежном центре. Помимо всего, как бы мы еще проводим встречи с известными людьми, с предпринимателями, просто с людьми из общественной сферы, куда мы приглашаем школьников и тех же самых подростков, да, для того, чтобы их куда-то направить, вдохновить в том числе. И, соответственно, проводим добровольческие акции этой же команды ребят в школе-интернате номер 6 нашего Красно-Горбийского района. Дальше можно? Дальше? Дальше можно? Ну, ладно. Ну, в общем, да. И вот в таком ключе мы работаем. И мне бы хотелось на самом деле, чтобы каждый, кто бы был волонтером, не важно, в команде он или руководитель, главное, чтобы он, наверное, верил в то, что он делает, и любил то, что он делает. Потому что только то, что мы делаем с любовью, может принести нам действительно удовольствие и через несколько лет уже успех. Вот это вот самое главное, хотела я вам сказать. Все, спасибо вам большое. Аплодисменты.